Всем привет, я Игорь Морозов и вы смотрите канал Новинки IT. А спонсор сегодняшнего выпуска мой твич канал Новинки IT. Подписывайся на мой твич канал и будешь молодец. Ну что, сегодня мы продолжаем хайпить на тему GTX 1080 и поскольку видеокарточка сама уже уехала к следующему обзорчику в срочном порядке. Карточку поставить на стол я уже не могу, поэтому сегодня будет стоять ваш любимый робот. Это мой оберег на сегодня от хейтеров. Собственно, хотел бы продолжить тему GTX 1080. В этом видео я объединю две темы, наверное. Хотел изначально сделать два разных выпуска, но потом подумал зачем делать мелкие дробные выпуски, если можно объединиться в одном и сделать большое длинное видео, как вы любите. Ну и в этом видео я хотел внести ясности насчет того самого Founders Edition. Наконец-то мне все рассказали, как оно должно быть на самом деле. Nvidia реально запутала, наверное, сама себя. Ну а вторая часть будет посвящена опять же тестам GTX 1080. Я уже говорил в своем обзоре и в своем стриме на твиче, который был после обзора, где я также отвечал на подобные комментарии, что работы было проделано реально немало. Тестов было сделано очень много и тестировал я не только в новых популярных играх, но и ради интереса протестировал новую карточку в старых игровых приложениях, таких как Metro Last Light Redux, Mafia 2 и один старый Benchmark. Результатом я был, в общем-то, очень удивлен, но я не стал включать эти тесты в основной обзор, потому что он затянулся бы тогда минут на 20, наверное, с моими выводами, с новой дополнительной такой подоплекой, тематикой. Поэтому решил вынести это в отдельное вот такое вот видео. Но давайте начнем по порядку, так что усаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Для начала хотел бы прояснить наконец-то насчет Founders Edition. Наконец у меня появилась самая достоянная информация. Я в своем видеообзоре говорил, что Founders Edition это некая улучшенная версия, с улучшенным охлаждением будет, а та, что у меня, это якобы референс. И у меня сразу посыпалось штук 50, наверное, комментариев о том, что ты обманываешь народ, что это у тебя и была на самом деле Founders Edition. Ну, получается, я просто ошибся, получил не самую достоверную информацию, поэтому приношу свои извинения. На самом деле, комментаторы, как ни странно, оказались правы и на самом деле у меня в видеообзоре, у меня на столе вы видели именно Founders Edition. Теперь у NVIDIA не будет обычного референса, будет только Founders Edition. Именно то, что вы видели, это будет, ну, грубо говоря, более такой премиумный референс и других у самой NVIDIA не будет. Это именно то, что вы видели по цене в 699 долларов. А вот за 599 долларов то, что вы видели на слайде MSRP, это будет, грубо говоря, упрощенный референс. То есть, будет Founders Edition от самой NVIDIA и все. И будет обычный референс, но упрощенный. То есть, там будет, ну, вероятно, попроще сами компоненты, не такие премиумные, не такие высококачественные. И, возможно, немножко попроще охлаждение, но это не значит, что оно будет горячее. Просто, возможно, охлаждению придется громче, быстрее вращаться, чтобы удерживать те же температуры. Поэтому теперь, грубо говоря, будет Founders Edition. Это дорогой референс у самой NVIDIA. И у других вендоров будет упрощенный референс, более дешевый. И свои нереференсные образцы. Ну и второй, наверное, по популярности вопрос у меня в комментариях. Это будет ли у тебя обзор на GTX 1070? Ну, во-первых, если вы видели презентацию, то там обещали выпустить 1070 чуть попозже, где-то в середине июня, что ли, если я не ошибаюсь. Когда она попадет в Россию, мне пока неизвестно. Даст ли NVIDIA мне сэмпл для обзора заблаговременно, мне тоже пока неизвестно, но в любом случае обзор на 1070, естественно, будет, если не на референсный образец от самой NVIDIA, то от Gigabyte, от Asus и так далее. Также я забыл в обзоре упомянуть уровень шума и температуры. Ну, температура у меня всегда выводится в мониторинге MSI Afterburner, поэтому там все, в общем-то, видно. Это стандартное для референсных решений 80-84 градусов. Многие пишут, почему так много? Почему вы так удивляетесь? Вот той же 480, например, старой, там и до 100 градусов доходило у референсов. Ну, а насчет шума я уже, в общем-то, сказал, что 1080 это, по сути, очень похоже на референс 980, референс 980 Ti, форма стандартная, длина стандартная и шум плюс-минус, если не прикладывать ухо, если не мерить шумомером, то плюс-минус одинаковый, но, возможно, 1080 новое будет, ну, слегка потише. Что ж, ну и перед началом тестов хотел бы все-таки снова поблагодарить вас за ваш фидбэк, за вашу отдачу. Я реально сказал, что было проделано очень много работы, поэтому спасибо вам за ваши комментарии, за ваши теплые пожелания, отзывы, уместную и конструктивную критику, спасибо за просмотры, за лайки, я вам очень благодарен. Ну, что ж, теперь приступаем к тестам. Ну, а начать я хочу с игры, которую наверняка многие забыли, но лично я считаю, что графика в ней до сих пор отличная и не выглядит устаревшей. И говорю я про Metro Last Light, и это тем более версия Redux, в которой еще немного улучшена графика. И сейчас мы протестируем GTX 1080 и 980 Ti в бенчмарке этой игры. Настройки здесь максимальные, разрешение 4К, сглаживание отключено и физикс включен. Ну и что же мы видим в итоге? На одном и том же моменте я отснял скриншот, здесь FPS практически одинаковый. То же самое показывает и встроенный в игру бенчмарк. Средний FPS у GTX 1080 44 и 43 у 980. На максимальный и минимальный можете не обращать внимания, потому что бенчмарк сам не совсем адекватно его замеряет. Похожую ситуацию можно наблюдать и в довольно стареньком бенчмарке Unigine Valley. 980 Ti с разгоном выдает в среднем 105 FPS и 4400 очков, а GTX 1080 в среднем 107 FPS и 4492 очка. В общем меня очень удивили эти результаты и я решил сделать еще один тест в старой, но замечательной игре Mafia 2. Чтобы создать более-менее адекватную, хорошую и современную нагрузку для этих карт, я выставил 4К разрешение в настройках, ну и все остальные настройки на максимум, физикс в том числе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и собственно итоговая разница во встроенном бенчмарке в 4 кадра. Это в общем-то не тот результат, который ожидаешь увидеть от нового поколения по сравнению с предыдущим. Что ж, результаты вы видели сами, все было перед вами на экране. И сейчас я хочу попросить вас написать в комментариях, что думаете вы на этот счет. Ну а для начала хочу попросить вас не устраивать холиваров, это не было моей целью. Просто результаты получились, ну, довольно неожиданные и довольно неоднозначные. Ну и хочу, чтобы вы взглянули на эту ситуацию под разными углами и здраво рассудили. Потому что, ну, реально оптимизировать новую видеокарточку дорогую под старые какие-то проекты, а-ля Мафия 1, Мафия 2 или там что-то вроде того еще старее, ну, не совсем, наверное, логично, не совсем выгодно в финансовом плане. Ну а с другой стороны, должно ли быть так на самом деле? Неужели настолько важна оптимизация самих драйверов под игры? Потому что, ну, насколько я себе это представляю, если видеокарточку позиционируют как более мощное решение, как скачок вперед по производительности, то она должна быть мощнее в любых проектах, именно за счет своей аппаратной мощности, за счет более мощной начинки. А получается, что начинка совсем не имеет значения, а имеет значение именно затачивание драйверов. Что ж, у меня на этом все. Надеюсь, ответил на все самые важные вопросы касательно GTX 1080. Наконец-то все прояснилось с Founders Edition. Ну и напишите в комментариях, что вы думаете насчет этих таких неоднозначных тестов. Буду ждать ваших комментариев и с удовольствием пообщаюсь с вами. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, группу вконтакте, на мой твич. Там тоже очень интересно и много эксклюзивной информации. Всем спасибо за внимание и пока!